Спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Это важный аспект для привилитивных программ, потому что в этом случае они могут быть активными. Всемирная программа находится пока на стадии разработки, особенно в странах с низким уровнем дохода и средним уровнем дохода. И что интересно, есть определенные данные уже по оценке смертности в странах с низким уровнем дохода, и эта смертность достаточно высока. Есть очень большая разница с развитыми странами, поэтому программы по профилактике, доступность вакцинации влияет очень сильно. И если посмотреть прогнозы, видно, что если мы не сможем выносить программу, то частота в раковшей команды может возрастать также на всемирном уровне. Здесь показаны оценочные данные по Европе. Регистрируется каждый год порядка 60 тысяч новых случаев, и есть порядка 20 тысяч новых смертей. Существуют достаточно схожие риски в различных частях Европы. Программы профилактики были опробованы на юге и на севере Европы, и было показано, что они могут снизить частоту заболевания. Также существуют программы в Центральной и Восточной Европе, но пока что снижения не настолько значительные. Я думаю, что оптимальные действия могут привести к значительному снижению смертности. Наверное, можно снижать смертность в два раза по сравнению с тем, что мы видим сейчас. А для развивающихся странах эта цифра может быть гораздо более значительной. Здесь показаны примеры, которые демонстрируют, что может случиться, и что случилось уже со смертностью от рака шейки матки. Здесь показаны цифры, которые предполагают, что видно снижение смертности шейки матки в странах, где уже работают программы профилактики, и где они выдавлены достаточно давно. Эти разницы наблюдаются не только в активности и покрытии данными программами. Также существуют программы различной эффективности различных клинических политик. Например, в Словакии существует политика ежегодного тестирования, ежегодных анализов, которые начинаются примерно с 8 лет. И также существуют популяции, в которых вообще нет скрининга и нет валидации скрининга, как, например, происходит в Англии или в Голландии. Там применяется очень небольшое количество диагностических тестов. И программа политика варьирует. В родительных странах принято делать от 7 до 15 анализов на вирус попилом человека. Если мы продвинемся к следующим примерам, в Финляндии программа скрининга была начата уже примерно в 60-х годах. После начала скрининга было продемонстрировано по-настоящему выраженное снижение частоты инфицированности. И когда скрининг был распространен на всех женщин, и также были включены популяции более старших женщин, для того, чтобы они для того, чтобы они были включены в программу скрининга. Мы в целом видим снижение примерно от 20-29% до 39% в разных популяциях, в зависимости от возраста. С 90-х годов частота шаракшейки матки повысилась, особенно в молодой популяции, несмотря на высокую частоту выполнения москов по Папу Николау. Но, с другой стороны, смертность от шаракшейки матки снизилась, и это заметно также в молодой популяции, где она стабильна. Еще одна демонстрация того, что можно сделать скрининг. Здесь показаны тенденции в скандинавских экранах, в Финляндии, Норвегии, Швеции. Здесь программы скрининга были начаны примерно в одно и то же время. Немножечко позже, да, значительно позже в Норвегии. И здесь видно, сколько это влияет на результаты. В Норвегии результаты появились позже. И пока не было достигнута тоже уровень эффективности, как в других странах. Каковы же факторы, которые могут настолько значительно влиять на заболеваемость раком шарики матки? Я думаю, что это хорошо организованное скрининг. И схематическое лечение предраковых изменений. И скрининг особенно используемого валидированных методов. Качество скрининга имеет большое значение, и они могут повлиять на ситуацию. И большинство исторических данных со снижением популяции было связано с циатологическим скринингом, и с методом Москов-Папа-Николау, стандартным методом. Также сейчас мы получаем хорошие результаты по жидкостным биопсиям. Практически такая же эффективность скрининга. И также была показана эффективность тестирования на вирус популома человека. Было показано, что у нас уже 50% пациентов, которые включены в программу скрининга. Первым тестом было тестирование на вирус популома человека, а не циатологические тесты. Мы думаю, что при начале программы скрининга эти три опции могут быть доступны. Также необходимо валидировать новые тесты. Это особенно касается новых маркеров, которые могут говорить о необходимости новых методов лечения у тех, у кого есть HPV, вообще-позитивные тесты. В скандинавских странах у нас есть выраженное различие полученных данных в популяциях, которые были изучены. Часть из этих различий мы пока не очень хорошо понимаем. Например, параметры в сексуальной жизни довольно схожи в различных странах. Тем не менее, мы видим выраженное различие в нагрузке, в инфицированности, в ВПЧ. Поэтому необходимо не забывать о дополнительных факторах. Например, о табакокурении, который различается в разных странах. Его частота. И то, что уже было введено в скандинавских странах, это вакцинация против ВПЧ. Это было найдено в 80-х годах. Особенно рано было начать такая программа в Финляндии. Сейчас это рутинная вакцинация, которая включена в график вакцинации. Но пока не заметно очень выраженного влияния на заболеваемость раком шейки матки. Пока мы изучаем только первые когорты пациентов, которые получили уже практически тотальную вакцинацию. И пока большее влияние оказывает скрининг на раком шейки матки. И мы только начинаем изучать того, что получается с раком шейки матки в результате вакцинации. И, вероятно, эти данные, эта информация также будет очень важна. И для этой вакцинации я должен также заметить, что здесь очень важен тайминг вакцинации, потому что те когорты пациентов, которые вакцинировали после рождения, они пока не достигли возраста, который позволяет оценить результаты. Через 10 лет ситуация очень сильно изменится. Эти когорты войдут во взрослый возраст. И тогда мы сможем очень хорошо изменить возможные преимущества и недостатки вакцинации. И эта информация может оказать влияние на то, как мы понимаем, сущность профилактики рак шейки матки. Почему программы скрининга оказались не такими эффективными, как мы ожидали? Я думаю, что основная проблема стоит в том, что до сих пор мы не сможем предоставлять надлежащие услуги в популяции в целом. В некоторых странах до сих пор в значительной части популяции эта услуга недовостребована. Во многих популяциях до сих пор недостаточно охвачиванность скрининга. Также проблема может быть в медицинском персонале. До сих пор наблюдается недостаток комплиментности среди медицинского персонала относительно методов скрининга и политики в области скрининга, несоответствия рекомендациям в области скрининга. Поэтому сохраняются необходимости в обучающих программах, в постоянных обучающих программах, которые затрагивали бы нужды таргетной популяции. Во многих странах использовались невалидированные социологические методики. Например, вместе с Всемирным организациям здравоохранения мы провели исследования в Европе, и также нам помогало Белорусское Министерство здравоохранения. Мы оценили методики скрининга в Белоруссии. Эти результаты были опубликованы уже практически 10 лет назад. И было показано, что покрытие методиками скрининга было очень значительным, но используются такие методики скрининга, которые не могли позволить диагностировать предраковые изменения. Поэтому они не оказывали эти методики значительного влияния на частоту выявления новых случаев рака. Поэтому очень важно обдумать те способы, которые мы можем исправить применяемые программы. Возможны ошибки менеджмента в диагностике и лечении. В организации программы. Также в некоторых случаях, во многих случаях, даже недоступны оптимальные методы лечения рака, которые соответствуют всем рекомендациям. Поэтому, в принципе, то, что надо сделать, это действительно достаточно простые. Необходимо обеспечить достаточно покрытие валидированными методиками диагностики и обеспечить исследование протоколом. Затем обеспечить постоянный мониторинг и поддержание качества. В этом случае можно будет убедиться, что все происходит правильно и убедиться в том, что качество услуг повышается. Относительно будущего уже существует глобальная стратегия, которая охватывает столетний период, начиная с нынешнего момента. И эта программа направлена на вакцинацию значительной части популяции, женской популяции. Она направлена на скрининг в очень значительную часть популяции и в полностью вакцинированных когортах. Также скрининг может применяться в будущем. Также программа включает в себя гарантированное лечение передраковых изменений во всех странах. Это очень интересная стратегия. Интересно увидеть, что последует за внедрением этих контрольных мер. Также до сих пор сохраняются значительные вызовы. Интересно понять, какие механизмы лежат в основе данных изменений и как внедрение вакцинации может повлиять на изменение ситуации в различных странах. И наконец, вот картинка, которую я хотел вам показать. В заключении моего доклада существуют определения образа профилактики. Это систематический скрининг, это популяционная вакцинация и также интенсивный контроль за собакокурение. Эти цели будут становлены всемирной организацией здравоохранения, и они очень важны для многих стран. И они позволяют получить неплохие результаты в течение уже 10 лет. Это позволяет достичь целевых результатов в области профилактики рак шейки-матки. Хотя я заметил, что, например, в нашей стране скрининг не элиминировал рак шейки-матки. Нам необходима была также вакцинация. Мы надеемся, что в будущем это приведет к значительному снижению заболеваемости и смертности. И также так эффективна программа эта глобальная цель. Как можем добиться реализации в наших целях? Нам необходимы юридические основы внедрения в нашу программу, которая позволит максимально полностью задействовать популяцию в наших странах. Нам необходимо общее понимание, необходимо достигнуть соглашения в области политики наших действий в различных странах. Необходимо добиться высокого качества в программах мониторинга, что позволит в дальнейшем также получить досконечные данные. Также необходим качественный мониторинг и стандартизация методик на всемирном уровне. Также существуют эффективные меры для приведения профилактики, которые касаются непосредственно вирусового человека, такие как ликвидация, снижение частота табакокурения. Кроме того, нам необходимо внедрить программы по обучению, особенно в странах, которые не используют до сих пор валютные методы. Существуют до сих пор различия в доступе к системе здравоохранения, поэтому необходимо запланировать новые наборы меры в области исследований и внедрения для исследований технологий, такого, как мы адаптируем технологии на уровне популяционных исследований. Это важный вопрос для будущих исследований и важный пример для стратегии, который может закрыть существующий разрыв в области полиции в различных странах. Большое спасибо. Большое спасибо и большое спасибо за то, что вы выступаете все с соблюдением параметров времени. Есть ли у нас сейчас вопросы? У нас есть еще пять минут на вопросы. Спасибо. Спасибо за очень интересную презентацию, очень полезную, я бы сказала, презентацию. Вы продемонстрировали от них до дома слайдов повышение заболеваемости по некоторым возрастным группам. Как это объясняется? В Финляндии в результате скрининга достигло большого успеха, наверное, наибольшего успеха по странам и в результате понижения заболеваемости и смертности от рака шейки манги. Так вот, как вы объясняете повышение. Да, в Финляндии, начиная с конца 90-х годов, было повышение заболеваемости в возрастной группе 18-29, где такой эффект скрининга не так был очевиден. Поэтому вполне возможно, что как раз это связано с риском, фоновым риском, с различными типами ВПЧ и с курением среди молодого населения в Финляндии, может быть, каким образом мы и можем объяснить это повышение. И проблема в том, что у молодых женщин есть такой фоновый риск. и наша стратегия поэтому заключается не в том, чтобы увеличить интенсивность скрининга, потому что уже для молодых групп достаточно высокая интенсивность скрининга существует. Мы должны сейчас внимательно проанализировать, что происходит с вакцинированными когортами населения. Да, Роланда, пожалуйста. Прокомментируйте, пожалуйста, статус использования, тестирования в Финляндии на ВПЧ. Есть ли какой-то прогресс в этом смысле? Да, у нас есть национальные такие рекомендации, которые говорят о том, чтобы использовать методы соответствующие для того, чтобы регионы имели возможность в принципе принять собственное решение. Половина сейчас регионов проводит такое привычное тестирование в соответствии с европейскими протоколами, опубликованными в 2015 году. Но есть еще половина регионов, которые сейчас еще проводят первичные цитологические исследования. В нашей стране очень хороши результаты первичного цитологического обследования. И исторически так случилось, что финские цитопатологи были обучены профессором Папа Николау. И действительно, на протяжении длительного времени мы использовали эти методы, и поэтому работали с... И он работал с группами, с командами целыми. И мы не ожидаем после введения первичного скрининга результатов подобного же рода. Мы должны учесть такой исторический момент. И, конечно, мы должны учесть и общее повышение заболеваемости раком. и влияние, которое оказывает первичное тестирование на ВПЧ, извините, должно еще быть исследовано. Но, конечно, очень полезно, полезно внимательно анализировать результаты первичных этих подходов. И я думаю, что на самом деле, конечно, очень многие муниципалитеты перейдут на первичное тестирование по ВПЧ. Есть шоссетология, можно это совместить? Мы бы хотели, конечно, провести такие исследования по другим маркерам, например, по dual staining, потому что на самом деле здесь чувствительность весьма высокая по сравнению с тестированием, с первичным тестированием на ВПЧ. Поэтому мы видим очень интересные секторальные исследования. Что касается других маркеров, здесь, конечно, есть проблема валидации стриаж, например, когда мы говорим, нужно подождать, нужны весьма продолжительные периоды времени для того, чтобы увидеть результаты. Мы не можем ожидать хороших результатов на этом этапе, потому что требуется весьма, как я сказал, длительное время. И здесь, конечно, очень трудно такой мячинг провести между самим тестированием и результатами, которые мы увидим по истечении какого-то времени. Валидация, конечно, валидация триажных маркеров, это проблема сложная. Продолжение следует...